Платье, которое набрало более 2 миллионов просмотров. И я сейчас говорю о фасоне платья, который мы опять решили повторить. И, наверное, я буду повторять его еще раз неоднократно, потому что это самый удачный, наверное, фасон, который подойдет на любой тип фигуры, скроет все недостатки, хотя откуда они у нас, да, эти недостатки, и при этом подчеркнет все достоинства. Давайте платье рассмотрим более детально. Итак, платье мы выполнили с кокеткой. Кокетка расположена на полочке, также кокетка расположена на спинке. По струйку мы смотрим на спинку. На спинке у нас расположен еще шов спереди, который удлиняет силуэт, и два рельефа, идущие от кокетки. Сама кокетка цельнокроенная. Если мы посмотрим на полочку, то у нас также здесь есть два рельефа, очень красивых, фигурных, плавно перетекающих практически к линии бедра, скругленных, и здесь расположился карманчик. Очень удобный, рабочий, как с одной, так и с другой стороны. Также от кокетки на полочке мы выполнили защипы. Защипы можно регулировать количеством, можно регулировать, допустим, шириной, то есть в зависимости от того, какими защипы мы сделаем, то мы с вами можем увидеть разный вариант. И сами защипы я сделала разной длины. От серединки я их начинала и делала самые длинные, и потом потихонечку-потихонечку уходила вверх. Такие защипы подойдут прекрасно для тех, у кого есть животик. И животик просто как бы растворится в этих защипах, он не будет виден. Еще раз повторюсь, замечательный, очень удачный крой. И какие же ткани мы можем здесь использовать? Для этого фасона платье подойдет трикотаж. Платье может быть универсальным за счет длины рукава и подобранной ткани. Подойдет вискоза, подойдет креп. В общем, огромное количество разных тканей впишутся в этот фасон и будут хорошо, замечательно смотреться. А мы использовали вискозный лен. Очень мягкий. Я этот лен обожаю. Он у нас из интернет-магазина Атлас. Ссылочку вам обязательно оставим в описании. Очень шикарный, красивый, дорогой оттенок. Я не знаю, как камера передает. Передает коричнево-серый, благородный. И цветочная гамма здесь, ну, я называю ее сакура. Вот мне здесь видна именно сакура. Этот лен представлен, там, наверное, в районе 40 разных оттенков. Поэтому вы сможете подобрать себе. Почему я хвалю именно этот лен вискозный? Потому что мы уже неоднократно с таким леном работали, заказывали в магазине с разными принтами. И он, во-первых, немножечко стрейчевый. Он очень мягкий, не сильно мнется, прекрасно утюжится. И здесь есть стрейчевость небольшая, еле заметная, но очень комфортная, которая обязательно придаст вам удобство, и вы это оцените. Рассматривайте, это платье на мне, еще раз повторюсь, подойдет на любую фигуру. Если у кого фигура груша, идеальный вариант, потому что, смотрите, вот у нас за счет складочек все разошлось. Здесь мы с вами сделали, ну, можем сделать прилегание, можем сделать свободу. Я добавила и здесь свободы. Смотрите, вот у меня тоже ее предостаточно. Но при этом оно красиво, лаконично ложится по фигуре. В нем не будет жарко летом. Уже можно начинать подготовку к лету. Я не знаю, как в каких регионах, где-то, возможно, уже очень тепло. Но, по крайней мере, лучше заранее подготовиться. И в зависимости, кто с какой скоростью шьет, шить это платье уже к началу лета, к жаре. Сегодня мы с вами рассмотрели это платье очень детально. Я его продемонстрировала, еще смотрите, какие здесь удобные карманы. Они просто вот руки раз, и они уже в карманчиках. И, как я говорила в самом начале, платье, которое мы с вами моделировали, это набрало более двух миллионов просмотров. Поэтому мы вам оставляем ссылочку на очень детальное, последовательное моделирование это платье. Кто-то захочет, возможно, что-то изменить. Кто-то не захочет и не будет делать кокетку по спинке. Кто-то не захочет сделать шов спереди, по середине спиночки. Кто-то сделает более мелкие защипы и сделает их, допустим, не 8, а 12 или всего 6. Это уже ваше решение. Учитесь вместе с нами моделировать, для того, чтобы вы могли, увидев любое платье на просторах интернета, либо просто вживую на ком-то, смоделировать и повторить. Продолжение следует...